МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. Все самое интересное за неделю прямо сейчас. В начале выпуска коротко о главных темах. Карнавал в центре Самары. На один уикенд город превратился в столицу Бразилии. Доступны ли самарские пляжи для инвалидов? Проверил Общероссийский народный фронт. Медицинская помощь и отдых в лагерях под Тольятти. 90 детей, переживших наводнение в Иркутской области, приехали в Самару. Все платежи в одной квитанции. В Самаре хотят ввести единый платежный документ. Долгострой на Владимирской сдали в эксплуатацию. Но в дом въехали не все обманутые дольщики. Часть из них до сих пор остаются с туманными перспективами. Чего им ждать дальше и на что надеяться прокомментировали областные власти. Что ожидает людей узнала Мария Левина. Этот долгострой на Владимирской самый несчастливый в Самаре. Его несостоявшиеся новоселы в режиме ожидания уже не меньше 20 лет. За это время сдача объекта переносилась десятки раз. Менялись застройщики, стройку замораживали. И уже люди такого возраста, если я 15 лет назад, понимаете, тоже был совсем другой возраст. Сейчас я уже пенсионерка, то и многие у нас пенсионеры, четверо уже умерли. И мы, может, тоже в том числе, не дождавшись квартир, которые мы в свое время покупали. В 2015-м на объект пришел новый застройщик. Тогда дольщиков разделили на две группы. Первую, в которой остались 104 человека, оставили ждать квадратных метров в ЖК на Владимирской, которые сдали в эксплуатацию в этом году. А вот второй группе повезло меньше. Их передали в САВЖИ, где в последние годы было сложное положение из-за махинаций предыдущего начальства. Сейчас ситуация, наконец, начала меняться к лучшему. По крайней мере, с местом под будущую стройку определились. Дело сдвинулось с мертвой точки. Этот участок на Вольской, где в 90-х находилась школа-интерната, а с начала нулевых до 2012 года корпус Самарской академии государственного и муниципального управления, сегодня решено отдать под застройку жилого комплекса, в который и планируется заселить оставшихся 88 обманутых дольщиков. Но для того, чтобы устройка состоялась, сейчас занимаются поиском инвестора. Министерство предлагает для решения этого вопроса, для будущего инвестора, одной из самых интересных площадок в городе, Вольская-40. То есть, я, например, но у меня мало сомнений, что мы найдем туда в короткие сроки добросовестного застройщика, потому что площадь, если не ошибаюсь, там более трех гектаров, значит, с хорошей транспортной доступностью. Областные власти обещают, дольщики, которые в итоге получат здесь квартиры, могут рассчитывать на столько квадратных метров, за сколько заплатили. Вы получите ровно тот метраж, который у вас поименован в либо договоре долевого участия, либо в иных договорах, понятно, оплаченный. Губернатор Дмитрий Азаров подписал закон о мерах государственной поддержки обманутых дольщиков. Теперь власти обязуются предоставить людям квартиры в уже готовых домах или денежную компенсацию, а также достроить заброшенные объекты сами или с помощью инвестора. Пора выстроить работу с инвесторами так, чтобы она начиналась уже на стадии инвестиционной идеи, а продолжалась вплоть до реализации проекта. Решению проблемы обманутых дольщиков, говорят в региональном правительстве, нужен комплексный подход. Так, за 2018-19 годы новоселье отметят полторы тысячи горожан, а к концу 2020 года планируется, что в Самаре не останется ни одного обманутого дольщика. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В Самаре ищут потерпевших, которые вложили деньги в кооператив «Фабрика продуктов вкусно и сытно». По словам полицейских, организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Анатолий Головко попытался разобраться в ситуации и пообщался с обманутыми горожанами. Руководителя кооператива «Фабрика продуктов сытно и вкусно» отправили под домашний арест. Сегодня ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество». У дома на советской армии 201 ежедневно собираются люди. Еще совсем недавно они планировали приумножить свой капитал и вложили деньги в кооператив, который стал банкротом. Мать Виктора долгих отдала в руки подозреваемых около полутора миллионов рублей. Сегодня женщина вместе с сыном пришла к офису кооператива, чтобы вернуть заработанные честным трудом деньги. Моя мама вложила деньги в этот кооператив на надежде увеличить свои сбережения. Но в результате, в результате, кооператив закрылся, неизвестно, что будет дальше. Я к жизням хочу обратиться. Не старайтесь приумножить свои сбережения за счет высоких процентов. У дверей небольшого офиса на советской армии 201 собираются не только обманутые вкладчики, но и представители юридических компаний, к которым пострадавшие обратились за помощью. Мы вот сейчас узнали, что очень тяжелая ситуация сложилась с вкладчиками потребительского кооператива кредитного. Перестал кредитный кооператив выплачивать деньги, и уже несколько человек обратились к нам за помощью. Мы сейчас активно ведем работу в этом направлении и будем представлять интересы их в суде. Если вы пострадали от деятельности кооператива, сообщите об этом по телефону полиции. Номера указаны на экране или по номеру 102. Уже завтра, 19 июля, обманутые вкладчики снова соберутся вместе, чтобы найти пути решения проблемы. Мы будем следить за развитием событий вокруг кооператива «Фабрика продуктов вкусно и сытно». Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. На летний отдых в Самарский лагерь приехали почти 100 детей из Иркутской области. Малышам нужна реабилитация. На Самарской земле их осмотрели медики, не забыли о досуге, подготовках к школе, обучении волонтерству и насыщенная экскурсионная программа. На вокзале гостей встречала Мария Левина. Три дня в пути и вот точка назначения – солнечная Самара. В город приехали почти 100 детей из Иркутской области. Привет, Самара! Это дети с непростой судьбой, им нет еще и 18, а они стали свидетелями того, что не каждый взрослый способен спокойно пережить. В ночь на 27 июня в Иркутской области случилось страшное. В пик паводка вода в реке Ие поднялась в два раза выше нормы. Самое интенсивное затопление было в Тулунском районе. Там в трех местах разорвало дамбу, пол города просто смыло водой. Вспоминает Ольга Крынакова, сопровождающая ребят. Затопило мост, о который разбивались дома, плывущие по течению. Женщина рассказывает, последствия природного катаклизма на Иркутской земле устраняют и ныне. Впоследствии ужасающие. Мы когда переезжаем в те районы, которые затопили, ну мороз по коже до сих пор. Нет ничего в пустыре. Сутки подряд рассказывали, как они плыли на крыше, как они спасались, как у них тонули дома, вещи, собаки. Тяжело. Сегодня с самого утра, с шести утра, они уже скакали по окошкам и ждали, когда же сама. Детей отвезут в лагерь электроник Дубрава под Тольятти. Он санаторного типа. Вместе с малышами в дороге будут опытные педагоги. Первые мысли и желания детей после долгого пути – это нормально искупаться и поесть. Дети волнуются, конечно, почему их вроде бы в разные автобусы посадили и прочее. Но мы детей успокоили, сказали, что они все будут вместе. Поэтому обстановка нормальная в автобусе. Дети готовы наслаждаться природой и Волгой. А дальше предстоит более серьезная работа, которую проведут с детьми. С ними встретятся врачи и психологи. Они составят индивидуальную программу отдыха малышей. Для детей также подготовлены обучающие тренинги, волонтерские школы, экскурсии по области. Конечно, мы сейчас с ними поработаем и стараемся создать все условия для того, чтобы они полноценно здесь пришли в порядок, отдохнули, оздоровились. В Самарской области ребята проведут одну лагерную смену – 21 день. Но областные власти заявляют, что при необходимости регион готов обеспечить проживание детей и на больший срок. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Ловля водных хулиганов. Сотрудники ГИМС провели рейд на Волге. Главная цель – предупредить происшествия. С какими нарушениями чаще всего попадаются самарские любители отдыха на воде, узнала мэрия Лчам. Когда профилактические беседы не дают нужный результат, в ход идет административный кодекс. С начала этого года было составлено около 400 протоколов. На воде нет дорог, нет и полос для движения. Но, как и на городских улицах, здесь действуют свои правила. О них судоводители часто забывают. Причину остановки, Дмитрий Александрович, знаете? Движение вдоль города Самары запрещено. И подход запрещен. Инспекторы ГИМС останавливают суда так же, как это делают их коллеги из ГИБДД. В первую очередь у владельца лодки проверяют документы. В наличии должны быть водные права, судовой билет, техосмотр. Его необходимо проходить один раз в пять лет. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность себе и пассажирам, напоминают в госинспекции. Кроме того, на катере обязательно должны быть спасательные средства. И эти правила касаются всех. Даже тех владельцев лодок, чьи плавсредства из-за технических характеристик не нужно ставить на учет. Суда менее 200 килограмм, с двигателем менее 10 лошадиных сил в ГИМСе не регистрируются. Вот эти товарищи, они нарушают, у них нет удостоверения, они имеют право управлять без удостоверения. И поэтому наказывать их очень тяжело. Сотрудники ГИМС напоминают, несмотря на то, что эти суда не зарегистрированы, их хозяева также несут административную и уголовную ответственность. Тревогу инспекторы бьют не просто так. Так, с начала года на Волге произошло две аварии с участием маломерных судов. Погибла одна девушка. Для минимизации трагедии ведомством постоянно проводятся профилактические рейды. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Доступны ли самарские пляжи для инвалидов и родителей с колясками? Проверяли активисты Народного фронта. Они объехали несколько спусков к Волге на набережной. В рейд пригласили людей с ограниченными возможностями здоровья. На объезде побывала и наша съемочная группа. Насколько сложно инвалидам добираться до городских набережных решили проверить активисты-общественники. Среди них Надежда и ее сын Алексей. Для начала решили спуститься с площади Славы к пляжу на полевом спуске. Сделать это оказалось сложно. Работали не все подъемники. Делали опрос у людей, кто пользуется, кто не пользуется таким подъемникам. Писали, кто что. Кто говорит, что застряла посередине. Кто говорит, что не работает. Кто говорит, что очень долго эту кнопку ждать. Надо нажать и ее держать, чтобы она везла. Спуститься вниз Алексею помогли охранники, которые дежурят здесь круглосуточно. Их помощью может воспользоваться любой человек с ограниченными возможностями. Ему нужно только нажать специальную кнопку. Электрики поломку лифта объяснили коротким замыканием. Его открыли, вот сейчас я смотрю, электричество дали, подъемник заработал. Сейчас можно проверить. Каждое утро в 9 утра при приеме сдачи дежурств охраной нашего объекта происходит проверка работоспособности подъемников. О чем делается запись в журнале приема сдачи дежурств, что подъемник работает. Еще одна задача попасть на пляж. Здесь без выходных с июня по август с 8 утра и до 10 вечера дежурят волонтеры, которых можно вызвать нажатием кнопки. Они помогают инвалидам спуститься на пляж с помощью специального устройства – ступенька хода. Мы помогаем им искупаться, если им это нужно. Предоставляем им лежаки, чтобы позагорать, отдохнуть. И предоставляем им специальную подушку, на которой можно тоже полежать и отдохнуть, чтобы было мягко. Раздевалки, да, они просторные, большие, туда спокойно можно заехать на коляске и там есть где развернуться. Инвалид никуда не скатывается, все надежно, все безопасно. И происшествий не было еще никогда, вот за все время работы на пляже. Еще один доступный пляж оборудован на Некрасовском спуске. Ему четвертый год. Для комфортного отдыха тут предусмотрено все до мелочей. Пандусы удобные, можно приехать на пляж даже на машине. К услугам отдыхающих – туалеты для плавания, спецкресла и матрас. Позагорать можно на лежаках, волонтер всегда под рукой. Если инвалид желает искупать, соответственно, у нас действуют волонтеры, которые подъезжают, спрашивают, что вам нужно, что вы любите, что вы не любите, как мы можем вам помочь. Если бы не было этого пляжа, то, соответственно, инвалиды не смогли бы ощутить этот кайф, наслаждение, как обычные люди. Ведь инвалиды – это такие же люди, как и мы. Семья Маргуновых Ольга и Мария любят гулять по первой очереди набережной и отдыхать на доступном пляже. Однако бывают здесь редко. Здесь на специальном пляже, на Некрасовском спуске мы были, мы здесь бываем. Пляж действительно достаточно удобный и доступный. Мы нормально на коляске туда проезжаем, но до пляжа добраться – это огромнейшая проблема. Если нет машины, то это нереально абсолютно. На такси проще доехать. Общественный транспорт у нас не приспособлен для инвалидов, к сожалению. Да, вот уже все измаялось, уже час с лишним мы на остановке сидим. И все автобусы проезжают со ступеньками, низкопольного я не видела. Устала, уже прошусь домой. Уже и пляжи не охоты. Для инвалидов в городе работают два вида такси. Бесплатно можно пользоваться 10 раз в месяц. Коммерческая возит за 35 рублей километр. Активисты ОНФ считают, доступная среда важна не только для инвалидов, но и для родителей с детьми на колясках и пенсионеров. Поэтому после мониторинга доступности самарских пляжей для людей с ограниченными возможностями здоровья, на стол голове города ляжет отчет. В нем отметят все существующие проблемы. Елена Чернявская, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. Победитель конкурса на лучший эскиз памятника Павлу Мочилову определен. Лучшего выбрали коллегиально с учетом мнения семьи почетного гражданина города, ветеранов и работников завода «Металлург», архитекторов и скульпторов Самарской области. Кто будет создавать долгожданный монумент, смотрите далее. Жители «Металлурга» этого решения ждали долго. В Самаре подвели итоги конкурса на изготовление памятника Павлу Мочилову. Уже прошло несколько этапов. Первое место жюри в прошлом голосовании решили не присуждать. Из шести возможных вариантов выбрали два. Для того, чтобы определить победителя, с которым заключат контракт на создание памятника, два скульптора должны были доработать эскизы по предложениям и замечаниям экспертов. Первое – это, естественно, портретное сходство. Это как бы элементарно, да, портретное сходство. Второе – передать характер в фигуре такого волевого, сильного, деятельного человека. Выбирали победители экспертной жюри и сами жители Самары. Общественное обсуждение было организовано на проходной заводе «Металлург». Победителем конкурса стал Слават Щербаков, известный скульптор из Москвы. Он автор более 40 работ в области монументального искусства. Теперь Щербакову нужно учесть последние пожелания от жюри, сделать корректировки и начать работу по установке памятника Павла Петровича. Прежде всего мы прислушивались к пожеланиям близких родственников Павла Петровича и заводчан, многие из которых до сих пор помнят его, знали, и в части узнаваемости его в этом памятнике хотели, чтобы это было соблюдено. Что, собственно, авторы постарались сделать. Уже в конце сентября монумент должен занять свое место перед Дворцом культуры «Металлургов». Появление памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода увенчает масштабное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе формирования комфортной городской среды, которая затронула и бульвар «Металлургов». Мэр Елчан, Григорий Плешаков. События. Масса квитанций за услуги ЖКХ могут уйти в прошлое. В Самарской области планируют ввести единую платежку. Нововведение поможет самарцам избежать путаницы при оплате за каждый вид услуг. Мэр Елчан знает подробности. Смотрите. Один за всех в 63-м регионе планирует ввести единый платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг. Нововведение избавит людей от множества квитанций. Теперь вместо большого числа бумажек в почтовых ящиках будет всего одна. Кроме того, планируется создать и единый личный кабинет, где можно отслеживать всю ситуацию с платежами. Внешне новая платежка никак не будет отличаться от старой. В нее войдут все те же статьи – за газ, водоснабжение и канализацию, техобслуживание, а также за капитальный ремонт. На других территориях есть отдельные регионы, где такие платежные документы единые уже вводятся. Мы будем, естественно, изучать и практику, как там это все организовано. Не ухудшилась ли ситуация в плане оплаты платежей жителями, не ухудшилась ли ситуация с собираемостью взносов и, как следствие, еще раз говорю, выполнение работы тех же управляющих компаний. О плюсах и минусах общей платежки поговорили в общественной палате с представителями управляющих компаний, банков, Министерства энергетики и ЖКХ. Сегодня ресурсоснабжающие организации получают деньги через управляющие компании. С внедрением единой базы ресурсники будут получать их напрямую. Таким образом будет обеспечена прозрачность платежей населения, говорят в Министерстве энергетики и ЖКХ. Решение о единой квитанции будет приниматься с учетом мнения жителей региона. Ну, положительно, мне кажется, будет удобство и как-то будет целостность и понимание ситуации. Хорошо, что общее, чем бегать каждый раз за это по отдельности. Все, приветствую. Ну, это раньше так и было. Мы жили в общежитии, у нас в одном квиточке все, и газ, и вода, и все, все. Конечно, это было удобно. Если большинство жителей региона поддержат инициативу, единая платежка появится со следующего года. Мэриил Чан, Николай Епифанов, Григорий Плешаков, События. Самара умеет зажигать. На один уикенд город превратился в столицу Бразилии и порадовал жителей ярким карнавалом в историческом центре. Музыканты, танцоры и уличные артисты одной большой колонной прошли по пешеходной Куйбышева до Струковского сада. С каждым шагом к шествию присоединялись все больше самарцев. На праздники была и Мария Левина. Музыка, танцы, перья, отличное настроение. Это настоящий карнавал, и не где-нибудь в Рио-де-Жанейро, а в самом сердце Самары, на пешеходной Куйбышева. Мы с вами уже напилищ의 прямой, поближе к бор Ктору, чтобы наши артисты... Замечательно. Мы так рады, что сюда попали. Почаще устраивайте такие мероприятия. Отлично. Очень нравится, очень красиво. Улица Куйбышева и вся Самара окунулись в атмосферу настоящего праздника. Танцевальный парад стартовал от площади Революции. Яркая колонна из уличных артистов заряжала отличным настроением, привлекала внимание и становилась больше. Практически с каждым шагом зажигать присоединялись зрители. Точно так же было год назад, когда во время чемпионата мира самарцы полюбили танцевать под открытым небом. И в городе появилась традиция устраивать карнавалы на улице Куйбышева. Чемпионат мира 2018 пронесся на одном дыхании, наполнив жизнь тысяч людей яркими событиями и незабываемыми. На новом стадионе Самара-Арена прошло шесть игр мирового первенства. Гостеприимство Волжана ценили гости со всего мира. За прошлое лето Самара стала настоящим городом-курортом. Это наследие чемпионата, о котором важно помнить. Мы с вами объединились вокруг одной идеи и сделали замечательный праздник для всего мира, для всех наших гостей. Я убеждена, что объединившись, мы и с другими задачами так же с вами справимся красиво. В эти выходные карнавал привлек в Самару гостей из соседних городов. Денис Копенков вместе с семьей приехал из Ульяновска. Все было очень здорово, весело. Много позитивного народа, улыбающие, счастливые лица. Все очень классно, все молодцы. Роман Иванов, болельщик, в прошлом году из-за работы не смог насладиться праздничной атмосферой. Сегодня наверстал. Вместе с семьей они прошли до Струковского сада и зарядились отличным настроением. Ну для Самары это фактически для меня, скажем так, в новинку же, если не ошибаюсь, это второй год настолько, пешеходная зона. Живу, благоделаю, рядом. Понравилось. Спортивный, я бы сказал, а не просто футбольный. Болеем за все. Мы переживаем и за другие команды. Самара болеет футболом, и это по любви. Один из немногих городов, где есть своя футбольная команда. И, конечно, клуб болельщиков. Болельщики любят футбол, любят команду. И крылья советов будет всегда, пока существует Самара. После карнавала праздник на улице Куйбышева продолжался на четырех творческих площадках. Для самых подвижных провели фристайл-баттл. А еще кубинские ритмы на Волге, где горячие танцоры зажигали всю улицу и сердца. Возле здания городской администрации играли живую музыку и устроили флешмоб. Пройти немного дальше и возле дома промышленности для зрителей барабанили на площадке ритмы города яркие музыканты. Карнавальный уикенд показал, что город умеет и любит веселиться. Не зря же этим летом каждые выходные в рамках проекта «Культурное сердце России» на набережной Самары с успехом проходят концерты и танцевальные вечеринки. А в парках города играют духовые оркестры и джаз-банды. Мария Левина, Константин Головин. События. Увертюры и арии из опер Петра Чайковского и Джованни Пьер Луиджи прозвучали в концертном зале Самарской государственной филармонии. На творческом вечере выступил финалист проекта «Большая опера» одного из федеральных каналов тенор Владимир Дмитрук. На закрытии концертного сезона побывала Валерия Куценко. Жгучая смесь итальянских и русских мотивов. На сцене филармонии вместе с оркестром под управлением маэстро Михаило Щербакова финалист проекта «Большая опера-2017» Владимир Дмитрук. Для тенора это первое выступление с Самарским оркестром. В его исполнении звучат романс «Не Марина» из оперы «Любовный напиток» и «Ария Ленского» из «Евгения Онегина». Человек, когда хочет, и ему есть что сказать, он будет певцом. Главное быть певцом. Да, не будет такого, как «Повороти», не будет такого, как «Карузу», но зато будут другие. Поэтому маэстро. Знаменитый русский композитор Петр Чайковский много путешествовал. Ездил по волжским просторам, бывал и в Италии. Эмоции от увиденного воплощал в музыкальную форму. Очень хорошее впечатление. Сравниваем со своей филармонией, конечно. Зал великолепный. Исполнители тоже очень впечатлены. Вы приехали просто посетить город или просто? Да, мы приехали к другу. Мы вместе летали. Сегодня это, конечно, Дмитрук. Я смотрела программы «Культура» и так запомнила. И тогда его выступление сегодня не только не оправдало, а просто восхитило своим замечательным выступлением. В 2013-м Владимир Дмитрук участвовал в международном вокальном конкурсе «Опералия», в финале которого оказался в десятке лучших певцов. Володя привез нам свой голос потрясающий. Вот Бог его наградил. И он достоин, и он достоин этой награды. И мы все очень его полюбили и желаем ему огромнейших успехов. И еще приезжать в Самару. Новый сезон в Самарской филармонии начнется 29 августа. Его откроет вокальный проект «Вива». Александр Шугаев, Валерия Куценко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного вам настроения, всего вам доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok